Здравствуйте, друзья! Вас приветствует программа «Обратный отсчет». Как всегда, в Останкинской студии Сергей Покровский и Елена Гришина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, как обычно, и те, кто смотрит наши программы все время, уже знают, о чем пойдет речь в нашей программе, и вообще, о чем мы тут разговариваем. Вспоминаем мы старые моменты, вспоминаем мы историю российского спорта, советского спорта, завязаем очень глубоко в дебри, так что стараемся, в общем, показать все, что было много-много лет тому назад. Ну, и сегодняшняя наша передача не станет исключением. Сегодня речь пойдет, несмотря на то, что на улице глубокая зима, о самом, что ни на есть, летнем виде спорта. Ну, а что это за вид спорта, и о каком периоде времени мы будем сегодня разговаривать, Сергей Юрьевич подробно сейчас расскажет. Вот о дебрях здорово сейчас сказала. Да, действительно, вообще, на мой взгляд, уникальные кадры, как всегда мы показываем. Это кадры относятся к 1968 году. Ну, правда, дебря. Олимпийские игры, да. Олимпийские игры в Мехико. И современное поколение, конечно, не знает, не помнит, ну, может быть, слышало только о том, что была такая Олимпиада. Ну, это была действительно славная Олимпиада для советских спортсменов и достаточно успешная Олимпиада для наших советских пловцов. Об этом можно судить, потому что, вот, если взять протокол, итоговый протокол Олимпийских игр 1968 года и итоговый протокол недавней Лондонской Олимпиады, то тогда, много лет назад, наши ребята были представлены почти во всех видах программы. Я имею в виду в борьбе за медали. Ну, во многих, в большинстве видах программы. Чего, к сожалению, не было в Лондоне. Ну, вот, мы рассказываем о том, как это было, что происходило и что за люди участвовали в этих исторических событиях. И потом мы приглашаем этих людей в студию. Потом мы, естественно, вернемся после репортажа и с удовольствием пообщаемся с нашими гостями. Как всегда, у нас легендарные и очень интересные гости сегодня будут. Так что, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ну, а сейчас мы, как бы, вновь, спустя годы, включаем Олимпийский Мехико, Олимпийский плавательный бассейн, репортаж о состязании пловцов. Итак, 68-й год. Олимпийские игры. И нам предлагается сразу же увидеть заплыв на 200 метров вольным стилем. Фантастическое преимущество команды Соединенных Штатов Америки. Центральные дорожки. Третья, четвертая и пятая заняты американками. У них большое преимущество после предварительных заплывов. Ну, и вместе с ними принимают участие. Нам, кстати, выделяет Дебер Майер. На момент Олимпийских игр обладает всеми рекордами, которые существуют. Ну, и главный претендент на победу в сегодняшнем заплыве. Рядом с ней по третьей дорожке также американка. Это Джейн Хейн. У нее третье время по итогам предварительных заплывов. Ну, и по пятой дорожке нам не показали близко Джейн Беркман. Ну, это основные претенденты на победу. Ну, а вместе с ними в заплыве принимают участие француженка Клод Мондано. Дорожка номер один. Рядом с ней австралийка Белл. Кстати, старт удался австралийке гораздо лучше, чем американке. Но это уже некая интрига. Далее Джейн Хейн по третьей дорожке. Дебер Майер по четвертой. Джейн Беркман по дорожке номер пять. Представится ГДР Габриэла Вицко. Опять-таки к этому моменту, к 68-му году, команда ГДР женская не набрала того веса, который был в 80-х годах, когда эта дружина крушила все на своем пути. Но вот к этому моменту германки только набирают вес. Югославка Мариана Шер на дорожке номер семь. Ну, и, соответственно, Чешка, представитель Чехословатской Советской Социалистической Республики. Казикова по дорожке номер восемь. К этому моменту известно, что сильнейший советских королисток заняла 25-е место. Это была Татьяна Соснова. Ну, и у нас уже сразу Дебер Майер выходит вперед. По итогам 100-метровки вы видите результат 1-4 ровно. На тот момент это действительно очень высокий показатель. Немножко уступает раскладке рекорда мира. Ну, и мы видим, что завязалась отчаянная борьба между американками. Буквально какие-то доли секунды разделяют их. Кстати, вмешивается в борьбу и Австралийка. Она плывет по второй дорожке и почти не уступает Джейн Хейн. Но это только 150 метров. И, соответственно, дальше должен произойти тот самый всем известный, фантастический, малообъяснимый финиш американок. Когда, как отстоячий, буквально, несмотря на то, что не увеличивается количество ударов ногами почти всю дистанцию. Американки проходят шестиударным. Но что, как им удается на четвертом отрезке уходить в такой отрыв. Вот это действительно нонсенс. Ну, и смотрите, все решается в касании. Дебер Майер имеет небольшое преимущество. Подтягивается Джейн Хейн. И именно Дебер Майер становится олимпийской чемпионкой. Ей же отныне принадлежит олимпийский рекорд. 2.10.05. Джейн Хейн становится серебряным призером. Ее результат 2.11. Ровно. Ну, и, соответственно, 2.11.02. Якобы проигрыш 2 сотых доли секунды у Джейн Беркман. Четвертое и пятое места занимают Вицко и Шеверт. Ну, а это 200-метровка Браса. Мужчины. Обратите внимание, три представителя советской команды присутствуют в финале. Причем у Владимира Косинского третий результат в предварительных заплывах. Это был японец Цуримын. Далее Николай Панкин. Далее Владимир Косинский. Наша главная надежда в этом заплыве. Филипп Мунис. Лучший результат предварительных заплывов. Далее Брайан Джейкоб. Евгений Михайлов. Еще один американец. Лонг. Ну и, собственно, представитель ГДР Эгган Хеннингер. Итак, 200 метров Брасом. Традиционно советская школа Браса, ну, если не доминировала, то была более чем конкурентоспособная. Большинство наград и побед доставались нам именно в этой дисциплине. Ну и пожелаем успеха советским брасистам. Напомню, Николай Панкин плод по дорожке номер два. Рядом с ним Владимир Косинский. Далее по дорожке номер шесть Евгений Михайлов. Максимальное представительство одной страны в олимпийском турнире три человека. И вот все три представителя Советского Союза оказались в главной восьмерке. Владимир Косинский начинает лидировать с первых метров. Он обладает хорошим запасом прочности, у него хорошая скорость. Филиппо Мунис традиционно очень опасен на второй части дистанции. Поэтому Владимиру Косинскому нужно сделать большой отрыв. Невозможно не обратить внимание современных пловцов на то, какой техникой плывут брасисты 68-го года. Напомню, тогда действовало правило, по которому брасист не имеет права пускать голову под воду. Все время макушка должна оставаться сухой. Ну и, соответственно, те результаты, которые показывали брасисты 68-го года, результаты их очень и очень высоки. Обратите внимание на немца, который по восьмой дорожке. Эгген Хеннингер начинает очень быстро. Владимир Косинский чуть быстрее, но и Хеннингер разгоняется вторым. Вроде бы Филиппо Мунис идет четвертый и без шансов на какой-то успех. Более корпуса выигрывает Владимир Косинский. Мелкие движения руками, мелкие движения ногами, но очень высокий темп. С таким темпом тяжело финишировать у Муниса. Обратите внимание, он начинает догонять. Он уже обошел Брайана Джекоба. Он догоняет представителя ГДР по восьмой дорожке и потихонечку приближается к Владимиру Косинскому. Если провести сравнительный анализ техники двух главных претендентов, Косинского и Муниса, то у Косинского более высокий темп, более порхающая техника, которая позволяет удерживать очень высокий темп, очень низкие энергозатраты и, тем не менее, очень сложно финишировать такой техникой. Мунис же наоборот. У него более мощные движения, а, соответственно, он может развивать большую скорость на финише. Но мы видим, как потихонечку мексиканец обходит советского брасиста. Подтягивается Брайан Джейкоб. Не выдерживает этого темпа представитель ГДР Хеннингер. И завязывается борьба за второе место. Нет, Джейкоба не хватает буквально нескольких метров для того, чтобы обойти Владимира Косинского. Таким образом, серебро достается представитель Советского Союза Владимира Косинского. А мексиканец впервые и последний раз в истории плавательных олимпиад становится олимпийским чемпионом. Действительно уникальное явление, уникальное зрелище. И мы стали свидетелями в очередной раз того, как представители очень экзотических стран становятся олимпийскими чемпионами. И на этот раз это мексиканец Филиппо Мунис. Но не забываем, что олимпийские игры проходили в Мехико. Естественно, беснуется стадион. И результаты на ваших экранах. 2.28.7 у победителя. 2.29.2 Владимир Косинский. 2.29.9 это результат Брайана Джекоба. Соответственно, четвертое место у Николая Панкина, пятое место у Евгения Михайлова. Ну а теперь 100 метров на спине. Женщины. Смелюсь предположить, что это предварительный заплыв, хотя написано полуфинал. Ну, не знаю, как на это реагировать. Представительство СССР. Тонатин Лаквиашвили плывет по первой дорожке. Рядом с ним американка Кэндис Мур. Японка Гочи. Третий австралийка Лайнетт Уотсон. Плывет по дорожке четвертый. Югославская от Лавчих. Гаспарос. Пятый. Новозеланг. Стирлинг. Плывет по дорожке номер шесть. Испанка Караминас. Плывет по седьмой. И француженка Дюпре. Плывет по дорожке номер восемь. Кэшвили плывет по самой ближайшей к нам дорожке. Ее действительно легко высмотреть по красному купальнику. Прямые руки. Хорошая техника. Высокое положение тела. Донатин Украшвили. Но уступает по скорости. Уступает по скорости. Лидирует Лайнетт Уотсон. Из Австралии. Мы видим, что Лукашвили не попадает в следующий круг. Она занимает седьмое место. В этом заплыве. Ну а в итоге чуть позже станет известно, что у нее итоговое 17-е результат. Ну и другая наша спортсменка Татьяна Савельева. Предварительных заплывов заняла 17-е место. Ну а это уже второй полуфинальный заплыв. Та же 100-метровка на спине. Женщины. И здесь принимают участие по первой дорожке венгерка Андрея Дермати. Францужики Канне плывет по дорожке номер 2. Нидерланка Баттер по третий. Канадка Элентарнер плывет по дорожке номер 4. Американка Кэй Хоу по пятый. Еще одна американка Джейнс Тогерти плывет по дорожке номер 6. И, наконец, француженка Кэррон по седьмой. И представитель Финляндии Патрика, дорожка номер 8. Ну здесь, естественно, основные претенденты на победу. К этому моменту Кэй Хоу уже обладает всеразличными рекордами. Основной ее конкурент, естественно, Элентарнер. У него лучший заявочный результат. Ну и мы видим, что три североамериканки выделяются на общем фоне. Элентарнер пока лидирует. В шапочке плывет Кэй Хоу. На финише также догоняет Джейнс Тогерти. 1-0-7-4. Такой результат победитель. Ну а теперь 100 метров на спине мужчины. Здесь также не будет представителей Советского Союза. Юрий Громак занял 10-е место в предварительных заплывах. Виктор Мазанов 12-е. И 20-м по итогам Олимпийских игр стал Евгений Спиридонов. Ну а мы видим финальный заплыв на 100 метровке на спине. По первой дорожке плывет голландец Робертс Хаутсен. По второй дорожке канадец Джеймс Шоу. Американец Лэрри Барби по дорожке номер 3. Главный фаворит с лучшим временем попавший в финал. Представитель ГДР Роланд Маттес по дорожке номер 4. Рядом с ним два американцы Чарльз Хокинс и Рональд Миллс. Они по пятой и шестой дорожкам. Дали итальянец Дел Кампо. Представитель ФРГ. Рейнхард Блэшет. По дорожкам 7 и 8. Мы видим с большим отрывом Роланд Маттес выигрывает этот заплыв. В те годы практически никто не мог с ним соперничать. Ну и скорости фантастические для того времени. Если соперники не выплывали из минуты, то Роланд Маттес выиграл у них 2 секунды. Мы видим 58-7. Ближайший конкурент серебряный призер Чарльз Хикотт занимает второе место. В результате минута и две десятых. Соответственно еще с большим отставанием франширует Роланд Миллс. Таким образом два американца занимают второе и третье место. Ну а представитель ГДР на высшей ступени предыстава. Ну и вот как раз мы и видим это награждение. Роланд Маттес и два американца. Чарльз Хикокс и Рональд Миллс. Ну а теперь у нас черно-белые съемки. Это заплыв 400 метров вольным стилем. Также финал по первой дорожке представитель ФРГ Фасальд. По второй австралиец Грегори Бафф. Француз Ален Маскони по третий. Еще один австралиец Грэм Уайт в центре. У него лучшее заявочное время. Американец Джон Нельсон по дорожке номер 5. По дорожке номер 5. Майк Бартон на ваших экранах по шестой. Еще один американец Берг за ним по седьмой дорожке. И последний участник заплыва Ральф Хаттон по дорожке номер 8. Лучший результат среди советских спортсменов в предварительной части соревнований. Это десятое место Семена Белинсгеймана. Таким образом, в главный финал, в главную восьмерку представители СССР не пробились. Ну и нам демонстрирует Джона Нельсона. Стать уже олимпийского чемпиона. Здесь фальстарт. Ничего страшного. Это по современным правилам. Устроившие фальстарт спортсмены дисклифицировали с автоматом. В то время фальстарты были почти не ограничены. То есть за этот фальстарт наказания не было. Соответственно, все те же спортсмены повторят заплыв. Все идут на старт. До 2000 года фальстарты были не запрещены. После чего в пробном режиме на чемпионате мира. Ну и далее было использовано жесткое правило о том, что любой упавший с тумбочки до команды дисклифицируется. Сегодня это железное правило. Тогда нет. Тогда нет. Ну и соответственно, на подготовку к старту должны быть выделены еще дополнительные 2-3 минуты. Большинство спортсменов, не упавших в воду, одеваются в халаты. Дабы сохранить теплоту тела. Ну а уже откупавшиеся, сбросив в себя часть напряжения, мы готовы к старту. Итак, три американца в заплыве по дорожкам 4, 5 и 7. Это по дорожкам 5, 6 и 7. Джон Нельсон, Майк Бертон и еще один американец Берг. Также в заплыве принимают участие два австралийца. Вот как раз рубеж 60-х годов. Это сражение двух сильнейших стаирских школ. Австралийской и американской. Вот два представителя Австралии. Здесь Грегори Браф и Грэм Уайт по дорожкам номер 2 и 4. В тот момент австралийцы пропагандировали огромные объемы. Плавали по 3-3,5. Ходит легенда о том, что по 4 тысячи километров. В то время как американцы гораздо меньше уделяли внимания вот этой длинной, долгой подготовке. Безусловно, они тоже тренировались много. Но их объемы не превышали 2-2,5 тысяч метров в год. В то время как австралийцы буквально с ума сходили. Жили в бассейне. Ну и вот очередное столкновение двух школ. Пока в заплыве лидирует Майкл Бертон из Соединенных Штатов Америки. За ним тянется канадец Ральф Хаттон. Ну и Ален Маскони. Препоставляется этим двум североамериканцам. Вообще в тот момент европейская школа немножечко уступала в среднем и длинном кроле. Но вот Ален Маскони пытается это опровергнуть. Напомню, 400 метров. Соревнования проходят в 50-метровом бассейне. А соответственно спортсменам нужно преодолеть 8 бассейнов. Половина дистанции за плечами. По-прежнему впереди Майкл Бертон. За ним гонится Ральф Хаттон. Ну и завязалась борьба за третью позицию. На нее претендует Маскони, Грэм Уайт и Джон Нельсон здесь же. Рядышком. Вот Нельсон как раз прибавляет и уже практически догнал француза. 200 метров пройдено. Результат 2.03.8. У лидера по-прежнему является Майкл Бертон. И что-то сомнительное, что его кто-то догонит. Рядом находится Ральф Хаттон. И посмотрите, опять прибавляет Ален Маскони. Буквально на глазах он уходит от Грэма Уайта. Джона Нельсона. Обратите внимание, техника поворотов без скольжения после толчка. Практически сразу спортсмены выскакивают. И продолжают движение. Нет этой подводной фазы, как у современных пловцов. Похожая техника у североамериканцев. Единственное, в тот момент очень было распространено дыхание под три грибка. Но это может быть чуть позже, 70-е годы дыхание под три грибка. Здесь же мы видим, что высоко поднята голова у всех лидеров. Ну и дышит под одну сторону. Хотя очень легко меняет руку, чего не скажешь про современных спортсменов. Современные пловцы, все-таки выбрав дыхание под одну сторону, им же и продолжают не то, что плыть по дистанции, но и тренируются, дыша под одну сторону. В тот же момент, как вы видите, спортсмены могли дышать как в одну, так и в другую. Пытаясь контролировать еще тактическую борьбу. У нас практически ничего не меняется. Майкл Бертон впереди, за ним Ральф Хаттон. И на третьей позиции француз Ален Маскони. Это уже последний метр дистанции. Идет финиш. Дадите внимание, американец плывет четырехударным кролем, в то время как канадец шестьюударным. Сейчас такое практически не увидишь. Причем такой четырехударный больше напоминает двух. Просто нужно чуть побыстрее плыть, поэтому Майкл Бертон переходит на четырех или даже на шести. В общем, очень сложно понять, какой техникой плывет американец. Но 4-9 ровно. И это новый олимпийский рекорд. Соответственно, 4-11-7. Это результат Ральфа Хаттона. И 4-13-3. Это показатель Алена Маскони. Ну, а теперь наше все. 200 метров брасом, женщины. И в заплыве принимает участие Галина Прозуменщикова. Наша основная надежда и опора. По первой дорожке плывет Югославка Джорджа Бьедов. По второй Светлана Бабанина. По третьей дорожке Норбис. По четвертой Шерон Уичман. Представитель Соединенных Штатов Америки. Главный претендент на победу. На четвертой дорожке как раз мы ее видим. Рядом с ней Галина Прозуменщикова. Это надежда всего Советского Союза. По пятой дорожке Алла Гребенникова. Плывет по дорожке номер 6. Кэти Джемисон. Американка по седьмой. И японка Шибата по восьмой дорожке. 200 метров брасом. Традиционно Галина Прозуменщикова имеет более высокую скорость среди всех присутствующих. И очень любит быстро начинать. Сейчас же мы видим, как Шерон Уичман начинает быстрее всех. Галина Прозуменщикова контролирует ситуацию. Прекрасно видит, что происходит. Опять-таки обратите внимание на технику плавания. Насколько статично располагается Галина Прозуменщикова. Практически движения телом, разбалтывания тела практически нет. Да и голова почти неподвижна. Джурджи Бьедов по первой дорожке в шапочке, что довольно редкое на тот момент явление. Плывет очень неплохо, проигрывая только Шерон Уичман. Галина Прозуменщикова пока идет третий. Но этот рио очень сильно уже обгоняет всех остальных. Безусловно, еще возможен финиш. Посмотрите, насколько статична Галина Прозуменщикова. Итак, 100-метровку Галя разворачивается первой. 1.18.4. Это как раз время советской спортсменки. И вторая часть дистанции. Галина Прозуменщикова не всегда дотягивала до финиша в том же стиле, что и начинала. Еще раз говорю, у нее есть небольшое преимущество перед той же Шерон Уичманом в скорости. Но что касается выносливости, не всегда это происходит. И по-прежнему три. Три главных претенента на победу. Основная борьба завязалась между Прозуменщиковой и Уичман. Причем советская спортсменка идет чуть впереди. Но еще 50 метров до финиша. Такое ощущение, что падает темп Галины. Вернее, темп не падает, падает мощность. Последние 50 метров. Начинает забавлять американка. Это видно. Галина Прозуменщикова оглядывается. То ли силы оставляет, то ли очень сильно любопытство съедает советскую спортсменку. Выравниваются две главные претендентки на победу. И, по-моему, американка начинает выигрывать. Прозуменщикова это видит. Но и опять же, по традиции, очень тяжело в этой ситуации держать темп, когда ты видишь, что ты проигрываешь. И сила оставляет Галину Прозуменщику. Она практически останавливается. Посмотрите. Джурджа Бьедов догоняет по крайней дорожке. Но все, Прозуменщикова практически остановилась. Да, буквально 20 метров не хватило до финиша. Было бы 180 и был бы у нас олимпийский чемпион. Но этого не произошло. Галина Прозуменщикова финиширует третий. Результат Уичман 2.44.4. Это новый олимпийский рекорд. Югославка финиширует с результатом 2.46.4. Галина Прозуменщикова 2.47. Ну и хорошо, что хоть так обошлось. Мы видели, насколько тяжело давались последние метры Галины Прозуменщиковой. Это действительно феноменальный был заплыв. Ну и сразу же нам предлагается увидеть другой заплыв Галины Прозуменщиковой в том году. 100-метровка Брасом. Нам напоминает, что Шерон Уичман победила в 200-метровке. Она же будет главным действующим лицом. И в следующем заплыве, кстати, уникальный кадр. Галина Прозуменщикова и Шерон Уичман поздравляют друг друга. Ну и в тот момент, вы понимаете, очень сложное отношение двух стран. И то, что советская и американская спортсменки обмениваются поздравлениями, это уникально. А теперь 100-метровка Брасом. Практически те же главные действующие лица. По первой дорожке Киоя Нагала. По второй Джуджо Бьедов, занявший второе место на дистанции 200 метров Брасом. Шерон Уичман по третьей дорожке. Норбис по четвертой. Лучшее время у этой спортсменки. Кэти Боу. Еще одна представительница Америки. По пятой Утта Фроматер. По шестой Галина Прозуменщикова затерялась на седьмой дорожке. Вот там вдали. Ну и, наконец, Светлана Бабанина по дорожке номер восемь. Кстати, не сказал, что в предыдущем заплыве Алла Гребенникова заняла четвертое место. А Света Бабанина шестая. Ну и, соответственно, вот сейчас 100-метровка Брасом. Очень быстро начинает Утта Фроматер по дорожке номер шесть. Галина Прозуменщикова последняя. Удивительное явление. Вот как раз нам и показывает лидера. На ее фоне вот там с косичкой Галина Прозуменщикова. Наиболее быстрым начинает, естественно, Джуджо Бьедов. Если вы помните, на 200-метровке Брасом эта же Югославка начинала быстрее всех. Галина Прозуменщикова предпоследняя. Лишь Света Бабанина ей проигрывает. Советские спортсменки уступают в этом заплыве. Остается каких-то 30 метров до финиша. Лидирует Норбис и Кэти Боул. И посмотрите, Галина Прозуменщикова, наоборот, прибавляет. У нее очень высокий темп. Такое ощущение, что она догнала уже лидеров. Выравнивается заплыв почти в одну струну. Галина Прозуменщикова один из главных претендентов на победу. Здесь же Джуджо Бьедов. Здесь же Шерон Уичман. Прозуменщикова первая. И опять последние метры Прозуменщику оставляют силы. Финиш. Одновременное касание. Но одну десятую проигрывает Галина Прозуменщикова в этом одновременном касании с Югославкой Джуджо Бьедов. Югославка становится олимпийской чемпионкой. 15-8 с новым олимпийским рекордом. Это ее. Вы видите, она не верит. Она действительно не верит. Бьедов первая. Одну десятую проиграла Галина Прозуменщикова. Третья Шерон Уичман. Вот лидеры меняются. Прозуменщикова все равно не на высшей ступени пьедестала. Ну и надо сказать, что в этом заплыве Светлана Бабанина заняла седьмое место. И далее нас ждет награждение на высшей ступени Югославка Бьедов. Галина Прозуменщикова с характерными буквами на груди на втором месте. И Шерон Уичман, олимпийская чемпионка на 200 метров. Братцем сегодня бронзовый призер. Далее нам предстоит посмотреть аналогичный заплыв 100 метров к Брасам. Только в исполнении мужчины. Если вы помните, на 200 метров к Брасам Владимир Косинский занял второе место. Ну и, собственно, от него же ждут здесь успеха. Владимир Косинский попал в финал с лучшим временем. У него лучший заявочный результат. У него лучшее время предварительных заплывов. И он фактически главный фаворит. Его основные конкуренты это Дональд Маккензи и Соединенных Штатов Америки. Но со вторым временем в финал пробился Николай Панкин. Вот два главных соперника, два главных претендента. Ну и Евгений Михайлов тоже будет присутствовать в этом же заплыве. Но основными претендентами на победу являются советские брасисты. Ну а мы вспоминаем, как выглядел флаг победы на Югославии. Несуществующей ныне страны. Так же, как и Советский Союз развалился. Красиво выглядели четыре буквы на груди у наших спортсменов. Иногда на спине. Иностранцы говорили CCCP. Но мы же знали, что это СССР. Ну и Югославия. Разные были у нас взаимоотношения с этой страной. Но в целом это были наши партнеры. Не всегда дружественные. Но и не часто подводившие нас. В любом случае, даже в 60-х годах, представители наших стран находили общий язык. И с американцами, и с югославами. И с представителями ФРГ, и с ГДР. И слезы были тогда искренние. В принципе, они и сейчас искренние. Но тогда не было денег. Тогда били за идею. Тогда били за страну. Итак, 100-метровка брасом. Мужчины. Как я и говорил, основные претенденты. Вот они, наши красавцы. Владимир Косинский по дорожке номер 4. Рядом с ним Николай Панкин по пятой. Два советских брасиста с лучшим временем попавшие в финал. И по большому счету, именно от них ждут сегодня победы. Плюс по второй дорожке плывет Евгений Михайлов. Аргентинец Форелли по первой. Михайлов по второй. Дональд Маккензи из Соединенных Штатов Америки по третий. По четвертый Владимир Косинский. По пятый Николай Панкин. Жозеф Иолу, представитель Бразилии. По шестой. Представитель ГДР Хеннингер, если вы помните, первую 100-метровку очень хорошо начинала на 200 метров. Но финишировал четвертым. Сейчас он сделал фальстарт. Ну и, наконец, Яну Брайан из Австралии. Плывет по восьмой дорожке. Такой состав участников этого заплыва. Ну и еще раз нам выделяет главных претендентов Владимир Косинский и Николай Панкин. Обратите внимание на атлетическое сложение. Может быть, не очень высокого роста. Но все абсолютно напоминают греческих полубогов, полугероев. Это почему полубогов-героев, так скажем. Владимир Косинский прекрасно выполняет старт. Брайан также неплохо смотрится в этом элементе. Форелли и Евгений Михайлов по второй дорожке очень хорошо выполнили этот элемент. Сложно определить лидера, но скорее это Дональд Маккензи по третьей дорожке, представитель Америки. А Владимир Косинский как-то выглядит чуть ли не последним. У него очень хорошая скорость. Наверное, вот это слабое начало первого полтинника дорого встанет советскому спортсмену. Как-то и Панкин, и Косинский уступают всем. Посмотрите, а где же советская школа Браса? Посмотрите, какой темп развивает Косинский. Нам показывают дальний край бассейна, но посмотрите, в каком темпе пилот Косинский. Маккензи, Косинский, Панкин набирают. Буквально остается 15 метров до финиша. Лидирует пока Жозеф Фиолу, бразилец. Ну вот, уже подровнялись основные лидеры. Маккензи чуть-чуть выигрывает. Все будет решаться в едином касании. И американец первый касается. 1,07 и 7 десятых с новым олимпийским рекордом. По третьей дорожке побеждает Дональд Маккензи. Соединенные Штаты Америки. Косинский второй, проиграв всего лишь 3 десятых победителю. И с таким же временем приплывает Николай Панкин. 2,08 ровно. Два вторых места. Косинский Панкин. Михайлов пятый. Мы видим 1,08 и 4. Вот не знаю по какому принципу, но все-таки Владимир Косинский занимает второе. Николай Панкин. Третье место. Одинаковый результат. Не думаю, что вмешались в дело сотые. Я думаю, что здесь важно с каким результатом был пройден предварительный заплыв. Наверное так. Не очень знаю правила 68-го года. Два одинаковых результата. 1,08 ровно. Но и посмотрите, Косинскому вручают серебро. Второе на этой Олимпиаде. Ну а Николаю Панкину бронзовую награду. И еще расскажу, что Евгений Михайлов был в финале пятым. В тот момент бросовые заплывы были нашей основной надеждой. И мы их как раз посмотрели. Косинский дважды был серебряным призером. Обидные были заплывы. Особенно вот этот, наверное, последний. Хотя и первый был на 200 метров крайне обидный. 150 метров развернулся первым, но не хватило сил. Фантастически обидные поражения Галины Прозуменщиковой. Ну а теперь заплыв 200 метров бутерфляем. Финал. С лучшим временем в финале присутствует Джон Феррис. Но здесь есть представители и СССР. Например, Владимир Шалыгин был на третьей дорожке. Ну и вот сейчас на седьмой Валентин Кузьмин. Вот он как раз в красном советском костюме. Помимо этого в финале принимает участие Мартин Вудорф, представитель Великобритании. Карл Робби из Соединенных Штатов Америки. Виктор Шарыгин по дорожке номер три. В центре Джон Феррис и Марк Спитц. Никто иной, как великий Марк Спитц по третьей дорожке. Но это 68-й год, это не 72-й, так что эта история немножко другая. Фолкерт Муев по дорожке номер шесть, представитель ФРГ. Валентин Кузьмин по седьмой и Петр Фейль по дорожке номер восемь. Почему сакцентирован на Марке Спитц? Но те, кто знают, что такое плавание, те, кто знают историю плавания, то до появления Майкла Фелпса Марк Спитц обладал наибольшим количеством золотых медалей в плавательной программе. У него было, боюсь ошибиться, девять. Семь выиграна в рамках одной Олимпиады 72-го года. Две золотые медали у Марка Спитца были здесь, в 68-м, но они были в эстафетных гонках. Сейчас мы видим, фактически мы сейчас видим заплыв поражения Марка Спитца на дистанции 200 метров бутерфляем. Со вторым результатом попал Марк Спитц в финал. Был он тогда юн, перспектив, и, наверное, сильно волновался. Валентин Кузьмин, один из лидеров в этом заплыве по седьмой дорожке. Вот он идет третьим. Ну и Виктор Шалыгин пока отстает. Впереди идут Карл Робби и Мартин Вудеров по первой и второй дорожкам. Это американец и представитель Великобритании. 1.02.05 начало этого заплыва. Опять-таки обратите внимание по сравнению с современным бутерфляем. Вдох почти на каждый цикл у большинства спортсменов. И Марк Спитц, посмотрите, сколько много проигрывает. Это тот самый непобедимый, великий, ужасный, фантастичный, быстрейший. Но здесь он, по-моему, восьмой. По-прежнему впереди Карл Робби и Мартин Вудеров. Обостряется борьба в центре заплыва. Набирает ход Джон Феррис. Видно, контролировал Марк Спитц. Но доконтролировался до того, что теряет золотую медаль. Изнемогает Карл Робби. Догоняет его Мартин Вудеров. Все будет решаться действительно в касании. Набирает ход Джон Феррис. По крайним дорожкам очень хорошо идет Валентин Кузьмин. Мы видим, что он претендует на четвертую позицию минимум. Но уступает в концовке, финиширует, но скорости не хватает. Соответственно, Карл Робби первый. Его результат 2.08.07. Он на экранах. Мартин Вудеров. Не хватило совсем чуть-чуть. Три десятых до победы этому британцу. Он второй. Джон Феррис третий. 2.09.03. И с четвертым результатом финиширует Валентин Кузьмин. Виктор Шарыгин здесь седьмой. А восьмой Марк Спиц. Вот так. Были люди в Советском Союзе, которые Марка Спиц обгоняли. Как минимум Виктор Шарыгин и Валентин Кузьмин. Ну, а за Кузьмина особенно жалко. Буквально за 10 метров до финиша он мог претендовать на третье место. Но буквально последние 10 метров, несмотря на отчаянный финиш, не удалось ему найти в тройку призеров. И аналогичная дистанция 200 метров бутерфляем у девушек. Представителей Советского Союза нет. К сожалению, с лучшим, вернее, с самым обидным девятым результатом, лучшая из представителей Советского Союза, Татьяна Девятого, финишировала в предварительных и не пробилась в этот самый финал. Ну, а в нем принимает участие Японка Фуджи по дорожке номер один. Представитель ФРГ Хайке Хуйстеде. Представитель ГДР Хельга Линднер по третий. Голландка, с лучшим временем попавшая в финал Ада Кох. Кстати, в современном плавании Ада Кох очень хорошо известна. Она является представителем одной из распространенных фирм, производящих определенную марку одежды. Но тогда Ада Кох была одна из талантливейших дельфинистов мира. И она сейчас пойдет по четвертой дорожке с лучшим заявочным временем. Американка Тони Хьюитт по дорожке номер пять. Или Дэниэль по дорожке номер шесть. Дайн Гейбл по дорожке номер семь. И британка Алтон по дорожке номер восемь. Ада Кох пока идет лишь третий. Пытается уступать немкам. Отвалировав Фуджи. Японка. И Ада Кох пока третий. Как-то безнадежно выглядит все это. Но Бутерфляй коварная дистанция. В то время было еще более коварно. 1.08.09 разворачиваются лидеры. Лидером на данный момент является Хайке Хойстага. Добирает Хельга Линдер. Ада Кох прибавила. Это заметно. Бутерфляй считается очень тяжелым именно третий отрезок. Потому что на четвертом вроде бы все умирают. Но наименее подготовленные уже на третьем полтиннике испытывают определенное давление. Определенную усталость. Ну что, вроде бы ничего не мешает немкам побеждать. Хотя вот посмотрите. Представьте ФРГ начинает умирать. Ее уже догнали. И обошли. Впереди идет Хельга Линдер. Ада Кох рядом. Начинают подбираться американки. Отчаянное сражение среди девушек. Посмотрите. В одну линию практически выстроились. Ада Кох выходит вперед. Уже практически никто не может работать ногами. На одних руках доплывают девушки. Ада Кох чуть впереди. Хельга Линдер за ней. Две американки. Тони Хьюитт и Эли Дэниел рядом. Ну, похоже, в этом заплыве все решается. Да, не попала в касание Ада Кох. Но она все-таки первая. Две двадцать четыре ноль семь. Это новый олимпийский рекорд. Две двадцать четыре ноль восемь. Это результат Хельги Линдер. Все, казалось бы, сделала это немка. Но проиграл одну десятую. Ну, и американки между собой разобрались. Эли Дэниел становится бронзовым призером. Две двадцать пять ноль девять. И последний заплыв, который нам предстоит сегодня увидеть, двухсотметровка вольным стилем мужчины. Здесь есть представитель СССР Семен Белецгейман на дорожке номер восемь. Без особенных шансов на успех. Потому как опять представители Австралии и США сойдутся здесь лицом к лицу. Так уж получалось, что средний длинный кроль в тот момент разыгрывал именно представители этих стран. Итак, Робер Уиндл по дорожке номер один. Это австралиец. Француз Ален Маскони, если вы помните, занявший третье место на четыреста метров вольным силе по дорожке номер два. Ральф Хаттон, тогда оказавшийся серебряным призером, сейчас сплывет по дорожке номер три. Это канадец. Далее австралиец Майкл Уэндон. Он плывет по четвертой дорожке. У него лучшее время предварительных заплывов. Рядом с ним Джон Нельсон, Дональд Шоландер. Это два американца. Рей Рич, также американец по дорожке номер семь. И Семен Белецгейман по восьмой дорожке. Семен Белецгейман у нас уникальный человек. Плавал от 200 до 1500. Очень высокий темп у Семена Белецгейман традиционно был. Ну вот как-то американец Рейевич отстал. Впереди несется Ральф Хаттон. Нет, это Майкл Уэндон уже впереди. Опять же, нет, все-таки это... Да, Майкл Уэндон. Смотрите, какой высокий темп. Четырехударный кроль. Подтягивается к нему Шоландер. Нельсон. Ну, такое ощущение, что американцы еще не финишируют. Хотя можно было бы уже и прибавить. 50 метров до финиша остается. Ну и вот завязалась борьба между Уэндоном и Шоландером. Отстал Джон Нельсон. Погиб в волнах того же австралийца. А волна от него очень серьезная на таком темпе. Так раздвигать жидкость это очень тяжело. Но и волна от него бешеная. Шоландер финиширует, дыша в одну сторону. Соответственно, он не видит, что происходит на центральной дорожке. И так они доплывают до финиша. Хотя австралийцы уже практически на честном слове. Майкл Уэндон первый. 1.55.02. Соответственно, Шоландер 1.55.08. И Джон Нельсон 1.58.01. Ну а Семен Белецгейман занимает седьмое место в этом заплыве. Ну вот, дорогие друзья, такие исторические кадры давней-давней Олимпиады 68-го года. И вот, возвращаясь к вопросу о том, о представительстве наших спортсменов. Вот обратили внимание, практически во всех видах программы наши ребята боролись. Боролись, ну, правда, может быть, не за золотые медали. Но, тем не менее, за высокие места в этой олимпийской иерархии. И это было очень важно. А вот такая история. К сожалению, вот в этом репортаже не было, ну, не было возможности, у нас не было материала показать эстафеты. А в основном в эстафетах наши добивались в те годы вот медалей олимпийских. Но мы к этому вопросу еще вернемся, потому что сегодня у нас есть участники этой Олимпиады, которых вот Леночка, я думаю, с удовольствием представит нашим зрителям. Да, я с большим удовольствием представляю участников сегодняшней нашей программы. Это заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико на дистанции 100 метров брасом, двукратный чемпион Европы Николай Иванович Панкин. Это участник трех Олимпийских игр 64-го, 68-го, 72-го годов. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер тоже Олимпийских игр Виктор Георгиевич Мазанов. Это заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 68-го года в Мехико в комбинированной эстафете 4 по 100, о том, о чем вы говорили, Сергей Юрьевич Владимир Константинович Немшилов. И заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы 1958-го года, участник Олимпийских игр еще в 60-м году в Риме. Это Леонид Файфелевич Барбьер. — Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Я немножко утомилась читать все ваши заслуги, но, честно говоря, мне было очень приятно это делать, что такие легендарные гости у нас сегодня в нашей программе. — Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что приятно уже потому, что вот эта команда тех лет, да, она существует. Вот эта команда, она, конечно, не в полном составе, но, так сказать, в хорошем, будем говорить так, составе. — В боевом. — И в хорошей боевой форме она находится, в общем, у нас. И у меня вот первый вопрос, как бы, к Олимпийску Барбьеру, поскольку он человек, представляющий предыдущее поколение. Предыдущее поколение. Вот, скажите, пожалуйста, вот эти молодые люди, да, которые, так сказать, и сейчас, в общем, еще, так сказать, достаточно молоды, вот. Вот они пришли когда-то в сборную, где вы были авторитетным человеком, да, вы же, так сказать, там, в 58-м, в 60-м году были, так сказать, одним из лидеров, да, той команды? — Мы с авторитетами здесь, конечно. — Ну, вот как вы восприняли вот этих молодых ребят, которым предстояло, так сказать, вот взять эту эстафету плавательную, да? А до этого, видите, результаты были у нас, ну, мягко говоря, так сказать, не очень, да, так сказать? — Ну, я тоже брал от кого-то эстафету. — Да. — Правильно? Эстафету я брал от Виктора Соловьева, цейсковца, который, в общем, плавал на высоком уровне, вот, по маленькой воде был у него в 54-м, 53-м году. Результат 1-4, 1 минута 4 секунды. Это по тем временам для мужчин, там, бацон, там, французы и другие плавали в пределах минуты 2, минуты 3, вот. Ну, получилось так, что как-то я очень быстро ворвался, так будем говорить, как сегодня, в элиту. Был перворазрядником на спине, а до этого плавал кролем, и стоит 200, 400, и полторы, и по Днепру по 15 километров проплывы. Вот, все интересно было. Жил рядом, в 10 метрах от Днепра, и, в общем, наверное, на воду очень долго сбоку насмотрел. И хотел и прыгнуть. 10 метров всего дорогу перейти. Ну, и поэтому, наверное, вот что-то такое запало в душу, вот эта зеленая вода, черная там она. Кстати, когда с моста смотришь, долго на воду с моста, да, и она как бы останавливается, тебе хочет, тянет тебя вниз прыгнуть. Вот обратил внимание, все киевляне, которые появляются в нашей студии, обязательно рассказывают про Днепр, да? Ну, а куда? Ну, это абсолютно логично, абсолютно логично. Но я-то вас сейчас спрашиваю, мы, как бы, может быть, вернемся еще к вопросу о том, кто как начал плавать, да? А вот, когда вы уже были, так сказать, серьезным пловцом в сборной команде Советского Союза? Ну, можно сказать, будет крещение, боевое крещение, это 57-й год, шестой фестиваль, в программе которого проводили соревнования по плаванию. Это, можно было сказать, первый необъявленный чемпионат мира. Международный фестиваль молодежи студентов в Москве, который проходил. Да, да, да. Там была спортивная программа по многим видам спорта, по-моему, по 14 видам спорта. И я выиграл эти соревнования. А какие страны тогда приехали? Ну, во всяком случае, все демократические наши страны, и Чехи были, и Югославы, и Французы были, и Венгры, и Магер был. Такой большой, серьезный международный турнир. Да, очень приличный состав был. И я выиграл эти соревнования, ну, результат был 1 минута 5,2 секунды. Леонид Павлович, вот вы с Леной, так сказать, вы сразу начали нас уводить от всех Олимпийских игр в Мехико, куда-то, так сказать, в другую площадку. Я хотел сделать что? Чтобы вы представили, вы, как более старший, так сказать, здесь, за этим столом у нас, представили, более молодую эту команду, которая вас сменила, и что вы о них думали, и как вы сейчас о них думаете, и что вы, так сказать, можете о них сказать сегодня? Тогда говорю сразу, прямо. Вот лучше прямо, Леонид Павлович. В сборной команде пополнение мы всегда были рады. И практически старших товарищей слушали. А учитывая то, что еще вот Витя Мазанов, так, он пришел вообще в 14 лет в сборную. В сборную команду? И я тренировался у его тренера, потому что у нас был бригадный метод тренировок, так. И вот старшим по спине назначили Алексея Андреевича Корнеева. И он выполнял те же задания, что и я. Мы были в тренировках, это мы на стартах были соперниками, а в тренировках мы плавали, он на левой стороне дорожки, и на правой все упражнения выполняли. Естественно, можно сказать, что Витя Мазанов, я его на своей спине привел как соперника, и он в 63-м году занял мое место в сборной команде первым номером на дистанции 100. Вот кто вас выжил в сборной. Это к разговору о том, что все были рады. Так что можно сказать, что это мой крестник. Во-первых, я могу сказать, что Виктор Георгиевич Мазанов, это у нас постоянный участник всех программ по плаванию. И поэтому можно сказать, что у нас уже даже не просто гость, а сокомментатор здесь. И Виктор Георгиевич тогда подхватит вашу эстафету, может быть, и более подробно расскажет о Панке Анимшилове. Потому что я-то помню этих пловцов, потому что мы как бы все одного поколения. И когда мы тогда писали о плавании и рассказывали о плавании, мы, естественно, это были для нас великие имена. Виктор Георгиевич, ну вот о друзьях своих. Ну, хорошо, что вы коснулись темы преемственности. Это очень важным был в тот период, когда в плавание приходили молодые ребята. Мне удалось попасть в сборную в 14 лет. Соответственно, и моему другу, и партнеру по сборной команды Николаю Панкину он также попал в 15 лет. Владимир Анимшилов в 15 лет попал в сборную команду. И этот коллектив собирался не в один год. Если я попал в 61-й, то уже с 65-го года эти ребята были кандидатами в сборную. И потом попали уже и стали активными участниками сборной команды. Но все равно вот та жизнь, которая проходила в период конца 50-х и начала 60-х годов, тот дух партнерства, к чему коснулся Леонид Барбиер, он остался, передался мне и, соответственно, через меня передавался уже дальше нашему поколению, которое, мы будем считать, мы все 47-й, 48-й, 50-й год рождения, мы перехватили это, ну как бы, любовь к плаванию, и то трудолюбие, которое было в наших ветеранах, мы считали уже их ветеранами в то время, и упорство, с которым они пытались и завоевывали на международной арене заслуги для Советского Союза. Что я могу сказать, что, конечно, коллектив, который сборный, который уже я перехватил уже в 64-й год, 65-й, 66-й, уже это молодое поколение жило в том же духе, которым жила сборная, это дух товарищества, дух взаимопомощи, дух поддержки, и, естественно, я могу сказать, что сборная по плаванию одна из немногих команд, которая очень жила в таком коллективе, где не было конфликтов. Не может такого быть. Если они возникали, то они возникали с теми людьми, которые, может быть, ну, как говорится, временно попали в сборную, как спарринг-партнерами, которые, может быть, немножко завидовали лидерам и пытались как-то, каким-то образом, ну, внести вот этот диссонанс. Но я могу сказать, вот у нас, у спинистов, была полная, ну, будем считать, поддержка. То есть был я, был Дворкин, потом появились еще Гаврилов, Крейс, потом появился Доброскокин, Громак. То есть вот эти люди с разных регионов, с разных регионов. Красько из Батуми. То есть такие молодые ребята, которые попадали, ну, достаточно большая география была. Аналогично. Среди брасистов лидером был Прокопенко, потом после Прокопенко пришел... Георгий Прокопенко. Да, Георгий Прокопенко. Потом Иван Каретников, потом Тутакаев, потом пришли Владимир Косинский, Николай Панкин, Женя Михайлов. Ребята, которые, ну, друг другу помогали, но на дорожках и соперничали. И вот эта, ну, поддержка и потом соперничество, оно и давало этот результат. Вот первый такой результат, вы видите, проявился в 68-м году. То есть команда 68-го года, одна из немногих, была по численности достаточно большим коллективом. И в этом коллективе, вы сами знаете, только что сказали, вот за все предыдущие Олимпийские игры наибольшее количество... Не было, правда, золота, но серебряных и бронзовых медаль было достаточно. И команда заняла третье место среди... Ну вот, Виктор Иванович, вот вы очень интересно все рассказываете. Но я представляю команду, потому что вот, да, дорогие друзья, вы подключаетесь к разговору. У нас не монологи здесь, у нас как бы диалоги такие. Мы можем, так сказать, дополнять друг друга, так сказать... Не соглашаться. Вспоминать какие-то истории, не соглашаться, да. Но ведь команда, та вот команда, в моем представлении, помимо того, что там это была огромная плеяда, да, почему так и получилось, что во многих видах плавания был прогресс вот к 68-му году. Да, но были и звезды, вот такие звезды, как Николай Панкин, как Семен Белецгейман, да, были люди, которые были как бы на слуху, да, их имена были на слуху, за ними следили, ими восхищались. И, значит, и отношение было немножко другое, или я не прав, Николай Иванович? Ну, в общем-то, отношение было нормальное всегда среди коллектива. Ну, с начальством иногда бывали, так сказать, небольшие заморочки. Особенно в Брасе, подчеркну. Это почему? Почему вы подчеркиваете, что особенно в Брасе? А там была большая конкуренция, там на сборах бывало по 7 человек. И семитетных, и фонников, и прочее, прочее. По медалям, по заслугам, да. Хорошо, значит, вы у нас, Виктор Иванович, вы у нас пенист, да? Николай Иванович, да. И пенист, да. У нас вот, как бы, королиста не хватает, но Семен Белецгейман, он... Вольник. Вольный стиль, он не только... Он, как бы, начал с длинной дистанции, полторы тысячи, четыреста. Но потом, в итоге, он завоевал серебряную медаль и в эстафете четыре поста, и бронзовую медаль в четыре по двести. Участник, и также чемпионатов Европы, и лидер нашей команды. Он, как бы, поколение между Леонидом Барбиером и нашим поколением. Мы немножко помладше, чем Семен Белецгейман. Но в то же время, я хочу сказать, у нас был настолько дружный коллектив, я вам еще раз подчеркиваю, это очень важно, что приход новых людей, наоборот, мы заслуженно их принимали. Для нас было важно, что у нас была большая команда. Ну вот вы, вы знаете, мы все-таки сейчас восполним, что ли, этот пробел, да, которого нет у нас за этим столом. Потому что, в общем-то, прежде чем перейти нам с Леной, задать вам вопросы о том, что это была за Олимпиада в Мехико, да, и как там вообще плылось и жилось, и вообще что там было интересного, кроме спортивных результатов. Я хочу вам дать вот послушать мнение человека, который вот отсутствует по определенным причинам сегодня у нас в студии, но с которым у нас, так сказать, давняя дружба и связь, так сказать, поддерживается. Он, вот, Семен Викторович сейчас живет в Нью-Йорке, но часто бывает в Москве. И вот я предлагаю вам такое интервью его. Он знает о том, что вот будет вот такая сегодня у нас программа. Вот он сделал свой рассказ, нам его передал, и вот мы его сейчас как бы включаем в Нью-Йорк с интервью Семена Березгеймана. Дорогие друзья, ну, во-первых, я очень рад, что вы собрались в студии и вспоминаете Олимпийские игры 1968 года в Мексике. События были, конечно, большие, интересные, и мне как участнику есть что вспомнить. Ну, во-первых, мы много раз были в Мехико до Олимпийских игр на международных соревнованиях 1965 года, когда был открытый чемпионат Мексики, и наша четверка Виктор Мазанов, который присутствует, затем Георгий Прокопенко, Валентин Кузьмин. И я сумели вот в эстафете, в комбинированной эстафете на открытом чемпионате Мексики создавать первые золотые медали. Это был большой успех. Каждый выступал на отдельных дистанциях, выигрывали различные медали. Вот у меня в коллекции три такие медали – золотая, серебряная и бронзовая. На игры мы уже приехали в Мехико, в город, в котором мы себя хорошо чувствовали, знали, где что находится, знали, как тренироваться, знали, как себя вести, какие будут, так сказать, возможности у нас в это время. Короче говоря, мы чувствовали себя в Олимпийской деревне вполне комфортабельно. Но вот с приближением соревнований, конечно же, было очень напряженно. Был напряженно во всех отношениях. И чисто спортивно тоже было напряжение. Никто не знал, на что можно рассчитывать в условиях среднегорья, на какие результаты и на что способен. Но вот первый день соревнований, он, конечно, расставил, как говорится, все точки над «и». Первый день соревнований утром мы встали на старт эстафеты 4 по 100 вольным стилем. И, в общем, получилось так, что мы все на максимальных скоростях, в том числе и мне пришлось плыть как можно быстрее. И вот показав лучшие результаты с четверки, я получил право участвовать в финальном заплыве. Ну, финал у нас был очень серьезный. Конечно, соперничать с сильнейшими командами мира было тяжело. Но все-таки вот зацепились, я вплыл на первом этапе, зацепились мы за американцев. А у австралийцев, у австралийского пловца мне удалось выиграть одну секунду. Потом была борьба на этапах, и Виктор Мазанов, и Жора Куликов, и Леня Ильичев сделали все возможное. И вот мы приплыли вслед за американцами с новым рекордом Европы тогда. Ну, что сказать, настроение сразу изменилось. Потом была эстафета 4 по 200, так вот случилось, что сначала эстафеты были, потом личные соревнования. У австралийского пловца мне удалось выиграть одну секунду. Потом была борьба на этапах, и Виктор Мазанов, и Жора Куликов, и Леня Ильичев сделали все возможное. И вот мы приплыли вслед за американцами с новым рекордом Европы тогда. Ну, что сказать, настроение сразу изменилось. И эстафета 4 по 200, там на первом этапе право выступать получил тогда юный Володя Буре. Он показал для себя самый лучший результат, но, к сожалению, финишировал только восьмым на первом этапе. И потом началась гонка за лидерами. Сначала, значит, вот мне удалось сократить разрыв, потом Жоре Куликову, затем прыгнул Леня Ильичев. И в конечном итоге мы завоевали бронзовые медали. Это, конечно, было большое событие. Что касается личных соревнований, то у меня было несколько эпизодов интересных. На 200 метров я плыл в финале. К сожалению, несмотря на все, мне не удалось приблизиться к пьедесталу. Но я доволен, что был в финале. А вот на 400 метров произошла история, которая, в общем, подкосила меня. Я в течение нескольких сезонов участвовал в соревнованиях вместе с тогда рекордсменом мира на 1500 метров Гульермо Ичеварей. Это был мексиканский спортсмен, который уступал у себя дома. Предыдущие все соревнования он выигрывал с большим преимуществом на 400 метров, на 800 и на 1500 метров. Я старался, так сказать, держаться за ним. И, в общем, мне удавалось быть на финише вслед за ним, даже обыгрывая американских и австралийских пловцов. Но вот на Олимпиаде произошел, в общем, непоправимый случай. Выйдя на дистанцию 400 метров в одном заплыве предварительном, я ориентировался на Ичеварея. Ориентировался, плыл рядом с ним, держался за ним, не чувствовал, так сказать, совершенно, с какой скоростью я плыву. И в какой-то момент я почувствовал, что что-то происходит непонятное. И поплыл быстрее. Поплыл быстрее, выиграл этот заплыв, но, к сожалению, всего одну десятую секунды мне не хватило для попадания в финал. Оказалось, что Ичеварея был болен перед этим и плыл не лучшим образом. Вот так бывает, сориентировался на лидера и оказался вне финала. В Мехико мы, конечно, болели друг за другом и болели за своих товарищей. Особенно было напряженно, когда Галя Прозумейщик уплыла 100 метров в брасом в финале. Тут ничего нельзя было сказать, потому что выиграла дебютантка соревнований джужица Бьедов из Югославии, которая выросла у нас на глазах и которую тренировал наш советский тренер, заслуженный мастер форта Владимир Иванович Минашкин. Но вот обидно, конечно, было, буквально мгновение, и Галя могла стать снова олимпийской чемпионкой. И таких ситуаций было много. Валентин Кузьмин, наш капитан, Валя, третья Олимпиада, финал 200 метров баттерфляй. И всего ничего, буквально мгновения не хватило до пьедестала. Конечно, было много переживаний, но было и много радостных моментов, когда ребята завоевывали медали. Прошли годы, и мы остаемся, как говорится, в спортивной форме. У нас много встреч, мы друг друга не забываем. Много соревнований среди ветеранов. У нас есть клуб, есть наш Динамовский клуб, куда мы приглашаем спортсменов из других организаций. В общем, мы живем, я поддерживаю спортивную форму, тренируюсь. Если не каждый день, то через день обязательно прохожу свою тренировку. Два-три километра для меня это норма. Всем желаю хорошего здоровья и приветствую всех, кто в студии, и тех, кто смотрит эту передачу. Всем самого наилучшего. Но главное, здоровья и, как у нас у плавцов принято говорить, счастливого плавания. Ну вот, такое интервью, хорошее, да, интервью? Сказал все, что можно было и есть. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, Семен как бы охватил и не только спортивную, но некую эмоциональную струну. Мне бы хотелось, что... Это то, Виктор говорит, что я как раз от вас и хочу, понимаете, в этой струне. Для этой цели я вот хочу сказать вам... И хочу, чтобы... Я извиняюсь, что я вас перебиваю, ну, так сказать, такая уж роль ведущего, да? Но я хочу, чтобы Николай Иванович к этой эмоциональной струе подключился. И Владимир Константинович тоже, который у нас отмалчивается пока. Но старших нельзя перебивать. А, у вас такой подход, да? Вот я вам хочу сказать, что Николай, когда он приехал на Олимпийские игры, у него, в принципе, был результат 1 минута 6 и... 6-0. 6-0. То есть это был результат, который даже на Олимпийских чемпионах Олимпийских игр не смог повторить. То есть Николай ехал туда, ну, будем так считать, глубоко держа в себе возможность стать Олимпийским чемпионом. Но бывает, знаете, вот как говорят, непредвиденные обстоятельства... Виктор Иванович, а может быть, Николай сам как бы расскажет об этом? Такое случилось в период нашего пребывания на Высокогорье. Мы тренировались длительное время в цехотзоре. У нас были и приятные минуты. И вот то, что случилось, и что немножко отразилось на результате Николая в процессе выступления Олимпиады, он расскажет сам. Что случилось, Николай. Что случилось, Николай. Эту историю. Не очень приятность какая-то, но она стала для меня довольно-таки трагической. Мы спешили куда-то на автобус, на экскурсию, что ли. А это было в цехотзоре. Ну, в цехотзоре как убирают пол? Налили воды и ждали. Ну, и я на повороте подскользнулся и выбил руку. Ну, вывихнул руку просто, упал. Ну, пока был в шоке. Вот, Виктор, спасибо ему. У него перед этим был то же самое вывих локтевого сустава. Где-то в гостинице? Ну, в гостиницу борщицы не мыли. В гостинице на повороте я перегорел. Налили воду. И ждали, когда она высохнет, да? Да, а мы шри и подскользнулся он на плечо. И вы ему вправляли, что ли? Ну, так получилось, что я накануне, находясь еще во Франции, во время спортивных игр, тоже повредил локоть. И, имея уже опыт, как мне его вставили, опыт тех ребят, которые мне вставили локтевой сустав. То есть у меня аналогичная была ситуация, что я к олимпийским играм не был готов полностью хорошо выступать на спине, поэтому у меня результат был неожиданно такой неудачный. Но кролям это позволяло. Локтевой сустав пришел в норму и позволял. Так же, как и у Николая. Пришло плечо в норму, но не позволило ему показать свой... То есть вы вот, Николай, я так понимаю, что вы уже не поехать было туда невозможно, да? То есть вы поехали с травмой? Да нет, дело в том, что там дальше еще доправляли мне это плечо у Зои Сергея Номировановой, знаменитой нашего хирурга. Так, отчитали меня хорошенько, потому что, в принципе, третий случай такой, но, слава богу, не такой трагический. И на отборе в Мексику я сидел на бортике с шиной, так сказать. Ну, потом... Вот с больной рукой вот так же. То есть он не участвовал, не попал? Не попал. Ну, сжалились, вроде бы взяли как... Результат был лучший в мире у него. Поехали, да. И на 200 метров тоже, 228, там никто и не пропал. У меня из 228 тоже было, как и у Косинского. Но дело в том, что я очень сложно перенес это Среднегорие. Похудел, во-первых, на 10 килограмм. А потом, в принципе, вот я с Семеном немножко не согласен. Никто не знал, как тренироваться в Среднегории, вы понимаете? Если нас 45 дней продержали в фон Римо, потом в цехотзоре ссылка была на 50 дней. И потом еще за 45 дней до соревнований нас привезли в Мексику. Хотя был пример. За неделю привезли на предолимпийскую неделю до этого. И показали почти, что лучшие результаты, наверное. У нас именно так было. В 65-м году, да. А потом, вы понимаете, ну не было ни восстановителей, ничего, ну не особенно, так сказать, чтобы человек восстанавливал. Но не знали, как подходить к Среднегодию. То есть методики еще не было? В дальнейшем, а? Методики не было еще. Да не было, и до сих пор, мне кажется, нет. Хороший, вот у меня был хороший товарищ, он просто научный работник говорил. Если вы не знаете, как работать в Среднегоре, лучше туда не ездить. Ну если на 2 секунды хуже результат, чем даже плечо, хотя я, хоть и был членом партии, большевиков, так сказать, вставал на старт и молился, чтобы оно меня не выскочило. Ну не большевиком же, Николай Максимович, членом партии. Членом партии, да. Коммунистом. Коммунистом. Большевиком это уже вообще когда-то так. Это было так давно. Ну в общем, короче говоря, молился, чтобы плечо не выскочило вообще. Ну да. Потому что в 70-м году оно у меня выскочило. Ну вот у всех есть история, Владимир Александрович, у вас есть своя история, связанная с Мехико? Ну, спортивная. Ну, любая. Нет, нет. Если есть не спортивная, давайте не спортивная. Не по спорту, да, еще? Нет, я был по спорту. По бизнесу, нет? Нет. Ну, 19 лет какой бизнес. Да, да, да. Ну, по спорту. Ну, у меня, так сказать, большое впечатление произвел город Мехико. Я впервые в таком большом городе, я в сборную попал в 66-м году, но это была третья поездка. Вообще в жизни вашей, да, как бы? Да, в моей жизни это была третья поездка. Вот, как Николай Иванович сказал, что, Коль сказал, что нас в фон Римо увезли, это первая поездка во Францию. Но мы были в горах, естественно, мы там тренировались, и, как он говорит, методики непонятные были, как тренировались, так тренировались. Что тренер давал, то мы выполняли. И, спустившись после... сколько мы там были? 40 дней, да? 40 дней, да. Спустившись вниз в Париж, мы... А, да, у нас была поездка по Франции. Правильно? Город Динар. Да, Динар. Динар, Перпинян. Да. Правильно? Это у нас были соревнования совместные с французами. Вот. И так, а больше мы ничего не видели. А, и потом был открытый... Кемпионат Франции. Франции. В Париже. Большой приз Парижа. Да. Вот. И мы туда, естественно... Во-первых, нужно было привезти подарки домой. Да, да. Ну, это самое главное. Это самое главное. Теорише. Родным, близким нужно было обязательно что-то привезти. И, естественно, мы перед соревнованиями... По магазинам. По магазинам. И, по-моему, с этими покупками мы прям в бассейны пришли. Да. Вот. Ну, и достаточно нормально выступили там. Все выиграли. Все выиграли с хорошими результатами. Ну, кроме меня. Я был тогда с травмой. Я не выступал. Да. Ну, и Коля прилично прокатил. Да? Ну, я выиграл 100 метров в минуту проплыв. Вот. И в Мехако приехал. Это большой город. Все. Вот. Приехали заранее. Для меня, ну... Ну, были имена, но я в основном знал своих. Это... Дельфинистов. Дельфинистов. Это царство небесное Валентин Кузьмин. Это был идеальный человек, который, когда я попал впервые в сборную, он надо мной как бы, ну, не шество. Но, во всяком случае, он мне уделял очень много внимания. Вот, кстати, о Валентине Кузьмине, он же был капитаном команды, да, у вас? Вот. Как раз Семен, я с ним разговаривал по телефону, вот он мне сказал, что он сейчас написал небольшой такой очерк для международного журнала «Плавание и водное поло». Есть такой международный журнал. Вот. Он написал о нем такой небольшой рассказик. И вообще отзывается о нем как о каком-то очень... Ну, в общем, был какой-то человек душа, да? Это вот ваше понимание. Это был человек душевный, спокойный. Очень интеллигентный. Интеллигентный, да. Уверенный очень в себе. И когда он подсказывал что-то такое, слушал его... То есть он вас подтягивал в сборной как-то, да, немножко? Ну, он, во-первых, и морально меня поддерживал. Потому что я в сборной еще был, как говорится... Ну, не на... Мальчишка еще, конечно. Мальчишка, да. Ну, я с глубоким уважением относился ко всем старшим товарищам. И всегда, ну, их замечаниям, которые были в мой адрес. Я всегда прислушивался и старался. А Валентиник у меня это... Ну, для меня он произвел такое впечатление по всей моей спортивной жизни. Ну, человек, пример. Ну, я брал с него пример, потому что... Ну, он идеальный был человек. Спокойный. Вот, вы знаете, я хочу сейчас вас спросить. Ведь вот интересно получается, действительно, что вот вроде какие-то случайности не дали возможности. Вот Николаю Ивановичу, да, там, выиграть золото. Вот, Прозуменщикова была как бы в шаге. Все было где-то было вот в шаге, да, от самых вершин тогда. Но ведь очень важно то, что везде было наших много, да. Вот то, что мы сейчас вот с горечью, вот когда смотрим там, особенно чемпионаты мира, олимпийские игры, ну, вот там нету в финале, там нет в финале, там нет в финале. И вот редкие какие-то отдельные эпизоды, когда, в общем, российские спортсмены попадают в финал. Мы болеем, они проигрывают, мы снова болеем и так далее. Вот, давайте поговорим о том, откуда взялось, все-таки не важно, что это было давно, да. Все равно тогда была конкуренция, американцы, австралийцы плыли, много было, так сказать, других стран с соперником. Но, тем не менее, вот эта плеяда, откуда она появилась? Вот как вы думаете, Леонид? Я думаю так, что мы начали проигрывать уже давно, именно потому, что, когда я проанализировал, вот, как рассказывали ребята, обстояли дела с морально вот такой волевой подготовкой в коллективе, во-первых, попасть в сборную, это считалось большим вообще преимуществом, потому что, когда человек попадал в сборную, вдруг он выяснял, что там работает совершенно по-другому. Другие нагрузки, другой распорядок, другое отношение, чем, когда на воле. Сказал, да, тренер, да, у меня сегодня там комсомольское собрание или там встреча с девушкой. Здесь все уже отдается, отдается именно той цели, на которую тебе и тренер, если это твой родной тренер или, так сказать, бригаде, в которой тренируешься, это однозначно. А в последние десятилетия, что у нас получается? Кто-то в Америке, кто-то в Италии, кто-то еще где-то тренируется. Слуднов там в горы уехал какие-то американские, там проверяет, если в Средней Горе и так далее. Так, и нет этого командного духа. Вот вы меня спросите, я вам сейчас назову десятки людей по многим видам спорта, которых я лично знал. И современное пятиборье, и гимнастика. Я учился вместе с Латыниной Ларисой и Юрием... Юрием... И Владимировичем, да? А, да. Титовым. Титовым, да. В институте, на спортивном факультете и так далее. Вот командный дух тогда создается, когда все люди находятся вместе, в одном месте. А когда вот порознь, каждый получал индивидуальный план, он работал, его выполнял и так далее. И вы посмотрите, что получилось при такой. Одни в Швейцарии, другие в Астралии тренируются и так далее. Так, и что мы получили? Одну серебряную медаль на спине у девочек. Вот. Это первый такой момент. Второй момент, что вот действительно... Зуева у нас серебряный призер, да. А? Зуева у нас серебряный призер. Нет, я сказал про греческую олимпиаду. Про греческую. Там вообще всегда. Там всегда. Про Афину. Комарова. Комарова. Афины. Ну, греческая. Вот. Поэтому это в едином порыве, вот эта поддержка, она сработала когда? Она сработала к Олимпиаде в Москве. И не важно, что американские там кто-то не приехали и так далее. Рекорды-то были. Рекорды-то были. Неужели это такое огромное значение? Не важно, что это дома было, но во всяком случае, Московская Олимпиада, это была квинтэссенция того, как надо готовить. Но я, знаете, что еще пытаюсь выяснить? Вот, за исключением вас, вы, конечно, у нас уже, наверное, исторически уже москвич уже с огромным старым, но вы родились как бы в Киеве, да? Вот мы в этой студии часто встречаемся с представителями других видов спорта, тоже разговаривали, говорят, ну, что вы хотите? Ведь раньше был Советский Союз, да? Раньше была, так сказать, там, из всех союзных республик собиралась команда. Ну, давайте посмотрим на плавательную команду. Вот, на их плавательную команду. Вот сидят люди, они, так сказать, вот, человек родился в Сочи, да? Николай Иванович, вы у нас... В Москве. Вы москвич, Виктор Георгиевич тоже, так сказать, москвич, Семен Белецгейман москвич, я не знаю, кто, вот все, большинство, ну, была Прозуменчикова, она тоже, так сказать... А? Севастополь, Гарри. Да, она из Севастополя, все россияне, все россияне. Поэтому, вот эта формула, то, что не Россия, а Советский Союз не работает в отношении плавания, понимаете, все были в основном россияне, но эти россияне куда-то подевались с годами. Куда они подевались? Вот в чем вопрос. Я хочу вам сказать, вы знаете, вот, к 68-му году, по всей видимости, было правильно принято решение, ну, тогда пришел, в 64-м году пришел руководитель, тогда Кирилл Александрович Несевский, вот, трагически случилось, что 90 лет назад, в смысле, 90 лет ему в прошлом году, и он ушел от нас. Он был старшим тренером длительное время. У него, можно говорить о нем плохо, можно говорить о нем вообще просто плохо, потому что он... Очень плохо. Да, потому что он... Видимо, много сделал. Многие бросили заниматься плаванием, потому что он жестко относился. Но все мы вот прошли через его руки, каким бы он плохим ни был. И он сумел взять в Мексику такую команду, собрать. И несмотря на то, что случилось так, что накануне Олимпиады команда отказалась от него, ну, был конфликт. То есть был конфликт. Был конфликт, потому что... Прямо накануне Мексика, да? Но команда была сформирована его руками. И я вам хочу на примере просто сказать, что у нас эстафета 4 по 100 комбинированная. Два состава показали результат, который могли бы занять второе и третье место, если они бы выступали обе эти эстафеты. Вот утром плыл я на спине, Дельфином плыл Суздальцев, Брасом плыл Коля, Панкин и Куликов плыл Кролин. В финале плыл Громак на спине. Мы показали второй результат. Вошли вторыми. Громак, потом плыл Косинский, Володя Немшилов и Ильичев. И они заняли третье место. Но результат показали один и тот же. То есть мы, в принципе, две команды... Вы представляете, какой состав? 8 человек призеры. Все взаимозаменяемые. Да. То есть была такая команда, особенно мужская. Но и женская тоже. В финалах вы посмотрите, сколько женщин тоже было. Конечно, некоторые не смогли перебороть вот эти трудности высокогорья. Но в основном состав переборол эти трудности и завоевал. Но я могу сказать, если бы не было цепочки этих неприятных, трагических, то, может быть, у нас и было золото. Но, как говорят, что было, то было. Но третье место команде достаточно... Нет, нет. Вы понимаете, ты команда, третье место, немножко проиграв австралийцев. Абсолютно здесь вопросов никаких нет. Вот эта история с противостоянием сборной и главного тренера... Я даже и не знал об этом, честно говоря. Это была очень трагическая ситуация. А кто что? Николай Иванович, письмо писали какое-то? Или как? Ходили, жаловались? Нет. Но дело в том, что я вспоминаю этот момент. Это было в Мальовице, в Болгарии, на зимнем сборе. Начался это. Начался. Вспыхнул конфликт, да. Ну, подогревался он еще и по-другому. Дело в том, что не принято было это. Вот, например, зарабатывает человек, рекорды ставит и все, премии. Ему могут заплатить 500 рублей, могут вообще ничего не заплатить. Ну, то есть, там были этические и некоторые... То есть, у вас были коммерческие старты, что ли? Нет, не коммерческие старты. А, просто давали деньги за результаты, за рекорды, за чемпионат. Например, мне было 15 лет, а мне уже деньги платили, зарплату. Но я расписывался, чтобы... Я не должен никому говорить, потому что 15 лет, если у нас... Ну, да, да, да. Я продаваю книжки. Чтобы вы не можете работать в 15 лет, да. Это один момент. Ну, и потом... Действительно, так он всех... Вот он, когда сам тренировал, Енисевский... Вы, ребята, давайте поаккуратнее. У него были ученики свои. Но когда тренировали другие тренеры, он всех ставил на рога. Извините за выражение. Вот такое, можно было сказать. Понимаете? Но был конфликт. И вот приехал даже из СК ВЛКСМ Кислов в Малевице. Киселев. Киселев, да. Киселев. И разбирались, что чего. И решили все-таки его... Скажите, а что? Может быть, вот... Ну, конфликт, понятно, да. И все-таки накопилось, видимо, раздражение, да. И какая-то ситуация была... Вот то, что он не поехал тогда, вот поменяли тренера, взяли вашего тренера, главного на Олимпийские игры в Мехико. Не сказалось это на результаты? Я вам могу сказать, вы знаете, вот сколько в Италии правительство не менялось, страна не меняла своего курса. Тренерский состав, то, что его собрал Кирилл Саныч, ему заслуга. Но он работал уже независимо. Это был тот же самый дружный коллектив. Естественно, он только как руководитель мог и оскорбить тренера, оскорбить ученика, выгнать ученика. Мог, допустим, сборную команду женскую ночью поставить на лыжах и гонять за то, что они не вовремя потушили свет. Ну, то есть были некоторые... Не унижал он. Некоторые моменты, которые унижали ребят. И это, ну, привело к результатам. Потому что, в принципе, команда была уже... Было много рекордов мира накануне. Было много побед. То есть команда надеялась показать выдающийся результат Мексике. Но здесь уже, знаете, вспыхнуло. Такой был авторитарный режим у вас, да, в команде? Даже он перешел границу авторитарного. Я был в начале этого авторитарного режима. Он с 61-го года. Мы в 62-м году на чемпионате Европы, значит, Валя Кузьмин, Жора Прокопенко, я и Андросов в четырех дисциплинах взяли по золотой медали, каждый на своей дистанции. И, значит, выиграли вот за счет этих четырех медалей кубок Бредиуса. Это для водных видов спорта вот такой кубок двухметровой высоты. Это считается вообще, команда, которая выиграет за водное поло, плавание и прыжки в воду, еще синхронно тогда не было, так? Это считается престижно. Но тут же, как только закончились соревнования, нам послали там на пятерых человек, на заслуженных мастеров спорта. Вот здесь была мотивация хорошая. Дать вот плаванию, дать плаванию вот эти вот ориентиры, чтобы молодые ребята... Потом было очень трудно становиться на старт и обрегулировать в 22 года, в 23 заслуженный мастер спорта. Это такая ответственность, с одной стороны, это почетно, такая ответственность за свой старт. Уже нельзя проиграть ни одного старта, ни на каких соревнованиях. И он внес новую идею. Спорт это плавание, плавание. Это спорт юных. А нам уже было, мне 25 было в 62 году, Прокопенко, Колесникова. То есть вам пора уходить. Пора уходить. И он как... Раньше мы говорим, что вот все вот эти, вот Венек, когда он вместе все эти, да? Все эти. Это сила. Прутья, да. Это сила. А он стал по одному как-то, потихонечку, потихонечку. Там на Колесникова там наехал. Ну да. Еще что-то, еще что-то. А Витя Конополь, он вообще в 60-м году. Он просто отчислил его со сбора, потому что он не спортсмен. Он как педагог, может там, как Макаренко был великий. Но с точки зрения подхода к плаванию, ну зачем с массой у человека по 90 килограмм, чтобы он бегал утром, зарядку делал, разминку. Разминку. По гаревой дорожке стадиона. Он забивал все мышцы, потом не могли его никакие массажисты... Ну то есть у него не было индивидуального подхода, да? Он нам устраивал эти... По дождю мы могли бегать. Да, адиотная личность. Без ничего. Но мы вам однажды показали, кто в доме хозяин. Три человека, я, Колесникова, еще кто-то. Радикулит. Пошли, взяли справку, и СССР Англия, матч, проводился в Москве. И сказали, вот наши больные сидят на трибуне там, поаплодируем им. Мы ему показали. И он понял. Он понял. И не стал трогать все это дело. Ну а дальше, когда остановишься... Ну я хотел бы... Извини, Лень. А? Я бы хотел сказать, что вот, да, Енисевский что-то там собрал, все такое. И вот он эту сборную мутузил, гонял и все. Но когда началась демократия, пришли и новые тренеры, которых ученики проплыли на всесоюзных соревнованиях. Вы понимаете? Поэтому демократия, она все-таки оказалась гораздо перспективнее. И работали мы гораздо больше, чем под руководством Енисевского. У меня тренировки начинались вот с шести утра. Виктор не даст в Таллине. И заканчивались там по три тренировки мы тренировались. Ничего страшного. В общем-то, больше гораздо, чем давал Енисевский, когда он объединял сборную. И я считаю, что вот держать сборную в одних руках, одна ошибка, она есть ошибка. И если мы хотим развивать плавание вообще в стране, надо обратить внимание на регионы, во-первых. В регионах развивать. И создавать клубную систему, которая была при советской власти, в общем-то. Когда общество «Динамо» выходило первое на парад. Общество, вот эти общества, было какое-то соперничество вести. А что это такое? Берут сборную и год ее мутузят в одном месте. Потом выкидывают. Надо создавать, в общем-то, клубную систему, мне кажется. В Америке у них клубная система. За месяц до соревнований они проводят открытые перенесы. Не в апреле месяце, как у нас проводят. А потом сборная сидит в одном месте где-то под руководством. Вы-то у нас, Николай Алексеевич, железнодорожник, да? Вы же в локомотиве выступали. Я в локомотиве был. Постоянно. А вы... Буревестник. Буревестник, да. Тоже постоянно. А Владимир Александрович просто... Динамо. Динамовец, да? Да. ЦСКА. ЦСКА. Тоже постоянно. Вот давайте у нас передача как бы потихонечку идет к завершению. Я хотел бы, чтобы вы все-таки ответили. Вот вы сейчас так очень мягко, плавно ушли в свои воспоминания и в рассказ, и ушли от моего вопроса. Куда делись наши россияне, пловцы? Почему сегодня в сборной дефицит талантов? От чего это происходит? Что стало меньше, что не позволяет, вот чего не хватает нам? Ну, может быть, Николай Иванович прав. На этот вопрос. Я же только три года не работаю тренером и директором школы. Я последнее время работал. Но у нас развалилось начальное обучение. У нас детское обучение. У нас, если раньше тренер сидел пять лет, молодой тренер, под руководством старшего тренера, который учил его, как работать, упражнения какие давать. Сейчас, не знаю, какие-то... А дети идут? Дети-то идут, но дело в том, что чем больше детей, тем больше тренер может получать, понимаете? Поэтому технически он уже такую массу не может нормально научить плавать, вы понимаете? У нас начальное образование, и в регионах плавание не развивается. Если раньше у нас там Хабаровск, Узбекистан, там во Львове какая школа была. Но сейчас этих у нас нет, но во всяком случае... А то у нас вот в Волгограде вроде бы развивается, в Петербурге там что-то... Ну, это культ-центр. Да. В Москве, Москва выставляла на Спартиаду народов три команды, которые были... Первые две всегда занимали два первых места, а это... Украина. Но были условия лучше, чем у всех. Но Украина тоже это. То есть, надо... А в Сочи как-то... Ну, расширять географию, Павел. Вот так, детская и юношеская спортивная школа, где вы начинали... Первая детская школа. Да, значит, она существует еще? Она существует, но, как вам сказать, что все в таком ужасном состоянии. Ага. Вот. И почему детский спорт не развивается? Во-первых, чтобы ребенка устроить в секцию, это не бесплатно. И не каждая семья может себе позволить, если в семье трое человек, не каждая семья может позволить там разовое занятие 200-300 рублей. Дети не идут. Тренеры, почему не... Моя точка зрения. Почему тренеры не работают? Потому что у них нищенская зарплата. Нищенская зарплата. У каждого есть семья. Семью нужно кормить. А с таким подходом, что, ну, детский спорт превратился, ну, нужно его оплачивать. Вот поэтому и нет такого... И поэтому ваша школа пришла в негодность, что ли? Вот в которой вы начинали? А школа пришла в негодность, потому что, я вам говорю, вот она, этот бассейн, единственный, который есть, бассейн, в котором можно было раньше проводить соревнования и тренировки, он был построен в 1938 году. И по сей день какие-то... Вы не говорите, что там ремонта не было с тех самых... Нет, речь идет о спортивном бассейне, потому что бассейнов в Сочи очень много. Очень много. Ну, это сколько гостиниц, столько бассейнов. Сколько санаторий. Сколько санаторий, ну и гостиниц, столько бассейнов. По 50-метровым бассейнам Сочи, наверное, опередит Москву многие разные. По количеству бассейнов. А спортивный бассейн... А спортивный, вот он единственный, где я и был. Раньше тренеры ходили по школам и отбирали. Приглашали ребят, ходили по школам. Вот так вы попали, да? Ну, я попал... Ну, у меня история совершенно другая. Я попал... Я жил на территории санатория Орджоникидзе, который... Это санаторий... Ну, знаменитый санаторий. Знаменитый. Порошковский. Угольная промышленность. Это богатый был санаторий. Помните Старик Хатабыч в фильме? Да-да. Вот это вот тот самый санаторий. Это тот самый бассейн 50-метровый, открытый, с подогревом морской воды. Ага. Их таких три бассейна. Министерство вороны и СОВМИН. Санаторий Новый Сочи. И я попал совершенно случайно. Каким образом? Летом мы на море купались. Но зимой, естественно, на море нет. А бассейн 27 градусов, морская вода. И там в секции работал Александр Иванович Пустынников, царство небесное. Это энтузиазм плавания был. Потому что он многих людей отобрал. Вот. И мы решили записаться, чтобы зимой купаться. Чтобы тоже было чем заняться. Купаться. Чтобы зимой купаться. А летом обратно в море. Вот. А меня это увлекло. Во-первых, приехала сборная с такими корифеями, как Мазанов, Кузьмин, Скавронский. Да, да, да. Вот. Жора Прокопенко. Вот. Приехала сборная. И они тренировались в этом бассейне. А у меня уже какие-то навыки. Вот. Тренируясь у Александра Ивановича, он первый у меня открыл мой бутерфляй. Вот. Вот. И когда сборная приехала, мне было интересно. Ну, перед ними проплыть. И вот тогда вот покойный Леша Буре обратил внимание, показал Валентину Кузьмину. Вот. И они мне высылали планы тренировок. Вот так вот я попал. И я остался. С чего я начал? Все ребята летом бросили секцию. Мне это понравилось. И я занимался. Вы продолжали. Я продолжал. Ну, что, дорогие друзья. Вот видите, какие интересные истории мы сегодня понаслушались. Ну, я думаю, что, в общем-то, этих историй еще много. Вот. И не только в отношении, там, Олимпийских игр, но в отношении жизни каждого из тех героев, которые появляются у нас здесь в студии, и которых мы представляем вам как бы заново. Потому что много лет назад именно они были, их имена не сходили со страниц спортивных газет, спортивной прессы, спортивной кинохроники. Тогда они были главными лидерами нашей команды. И мы еще раз в этом убедились, с вами посмотрев сегодня кадры 68-го года. Но время идет, и задача нашей программы заключается в том, чтобы вспоминать старые имена, старые, так сказать, прежние старты, великие события, о которых мы рассказываем в спорте. Я думаю, что с этой задачей мы сегодня тоже справились, хотя у этого рассказа, нет, ну, я хотел сказать, что у этого рассказа есть, конечно, многоточие, продолжение, и так же, как плавание, в общем-то, у плавания много проблем, и много есть о чем поговорить. Так же у нас есть возможность поднимать эту тему в нашей передаче. Мы завершаем нашу программу. Благодарим вас за участие в этой передаче. Большое спасибо, что приехали. Присоединяюсь к Берес Гейману с пожеланиями здоровья, успехов и, так сказать, всего-всего самого наилучшего в этой жизни. Оставаться в такой же прекрасной форме, в которой... Надеюсь, надеюсь, что когда Семен Берес Гейман приедет в Москву, а я хочу сказать, что его супруга Наталья Дубова, известный очень, так сказать, в фигурном катании человек, и для любителей спорта тоже известный человек, мы постараемся их пригласить в гости сюда к нам в студию, и попросим вас, так сказать, поддержать его в этой студии, поговорим о его жизни, о жизни его супруги. Одним словом, есть продолжение у этой темы. Еще раз спасибо вам. Спасибо. Ну, а вам, дорогие друзья, тоже желаем здоровья, любить плавание, занимайтесь тоже плаванием, плавайте, потому что это очень хорошо, здорово и здорово. Вот. Ну, и с пожеланиями всего самого лучшего, к вам обратный отсчет. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин